Нормальный парень, которому приходится изображать из себя хрен пойми что Кинуть страйк на канал Собчак Ах вы суки Правительству Москвы, какой-нибудь зашквар с вами Этого замотивирует прийти, типа гнойного А вы за деньги только ходите? Да, я никуда бесплатно не ходу Ты реально высылал девушкам фото своего члена Мне нравились всегда две женщины Ты и Тина Канделай Надо ждать фотку члена Это баллотировалось президентом А сколько вы зарабатываете? Порядка, ну, трех-четырех миллионов Ха-ха-ха, смешно Ты где-то так же Сам себя окружаешь такими людьми Сколько мне надо потратить на тебя времени, чтобы ты мне дала? Как вот можно один и тот же человек, вот такой трогательный и такой мудак? Может быть, не ракушных отношений Сколько самое быстрое время было, когда ты спала с мужчиной? Прям клянусь, а самое быстрое Вот здесь я сплю, никому не показывал Кидат, закрой Вроде бывший кандидат в президенты, а столько охраны Мощно она врывается в YouTube Это потому, что ты лев, да? Да, по гороскопу Я раньше был суеверным И верил во все это Хачевские дела Сходу зашла, засрала Обозначу сейчас я все Нет, ну просто стиль На черном фоне, красный букв и в такой вот раме, чтобы серебряное и зеркальное все Может, закончим сразу? Нет, ну слушай, на самом деле я пришла как начинающий блогер Чего же греха таить? Да, да Расскажи мне Я пришла как начинающий, но засирать я буду Ну сразу, да Как в старой гвардии Расскажи мне, вот что вы правда здесь делаете, что вы монтируете Как вообще все это работает? Пойдем тогда туда сразу Это сердце Здесь монтируется все, что мы придумали У тебя на монтаже сидит условно там 6-7 Сколько вы, Миш, 10? 10 человек Ну вот тебе, если надо будет смонтировать, можем смонтировать У всех моя программа Смотрите, сколько вообще людей Ну тебе нравится, когда про тебя говорят, что это Андрей Малахов русского ютуба? Мне бы хотелось, чтобы говорили Урган Ну подожди, ну ты же не юморист, вот в смысле, как Иван Урган, который выходит и круто шутит И это главное, что он делает Это нам гнойно помогает, да Нигер Можно такое слово говорить, Ксения Анатольевна, в России? Конечно, Слава Тебе уже можно все Особенно в Ютубе После СТС ты можешь уже вообще делать все, что ты хочешь, конечно Каковы после выборов, Ксения Анатольевна? А какие рэперы у вас в друзья ходят? Зарубежные? Да, мне интересно Не считая гонорара, съемочный день получается 2 выпуска, 1,5 миллиона рублей Слушай, ну у тебя с размахом тут как Отбить бы все это еще и было бы в офису Единственное, меня уже обливать ничем не будут А то у меня дорогой костюм Ксения крутая, она ни сценарий не попросила, ни что будет Просто пришла с двумя охранниками Вот они, кстати, стоят И все Я думаю, странно, как ничего не запрашивают А знаешь почему? А ты внушаешь доверие Доверие, спасибо, Ксения Понимая, что ты как-то не будешь убежать девочку молодую Или не очень молодую Но все равно девочку А вот как это начиналось? Ведь 4 года, за 4 года ты построил вот такой офис, империю и так далее 4 года назад были я и моя Эвочка вот сидит кудрявая с собачкой Она очень стеснительная Вот видишь, она недовольна, собачка чуется, раз собаку не обманешь Первые выпуски дневника Хача Ты делал сам, снимал, вот это я помню А ты прям посмотрела даже первые выпуски? Конечно, мы к этому еще вернемся Ты когда врешь, глаза опускаешь все время Я посмотрела Я все, я как-то мотоцикл заводил, я помню, понимаешь, Харли Да, и покупал майки Зара, говоря при этом, что если на дорогую у вас нету, покупайте недорогие лучше вещи, чем подделки Никогда не стоит покупать себе фейковый бренд То есть если нет возможности, покупайте в обычных магазинах Пусть это будет недорого, не надо этого стесняться Все видно Ну а что? И когда я вру, ты никогда не узнаешь Вот я почитала, что у тебя сейчас, по-моему, за прошлый год ты заработал 27 миллионов рублей А за этот год там порядка 30 с чем-то Как ты дошел до этой цифры? Сколько ты платишь людям? И как экономить? Ты же трошный чувак, вот расскажи все, как есть Сначала было 3 человека, потом 10, теперь 50 почти, да? Здрасте Здрасте Человек в клетчатом пиджаке, как вас зовут? Толя зовут меня Толя Меня зовут Корнифанатур А что вы убираете? Сколько у вас зарплата? Ну, Ксения Анатольевна, к сожалению, вот все вопросы, где они начнутся, там и закончатся Вы не будете? Зарплата, чем занимаюсь, просто улыбнусь Хорошо зарабатывал? 140 Ну, все, руководитель сказал, да? Так, хорошо, то есть вот у тебя все так построено, у всех жесткая, да? У всех жесткая субординация Павел даст контакт на нал, сегодня, завтра, блогеров, все убирает тут же, вот все как бы, подожди, ну давайте, я же пришла, мне же интересный чек сделать, ну можно я посмотрю? Ну что, здесь же нет ничего, вот заместителю мэра Москвы сразу, в правительство Москвы, какой-нибудь зашквар сразу Вот пошли контракты, вот так и скажи, люди сразу засмеялись Все бумаги умирают Давай, Амиран, Москва похорошела, надо об этом немножко поговорить Подожди, давай сразу, для города я тоже что-нибудь делаю Ну а что, вот ты расскажи об этом Остановку блогерскую мы недавно делали, видела? Самая крутая Не видела Не видела? Там еще пугают, там поют, там на Тверской она стоит Ты говоришь про правительство Москвы, значит, мне все говорят Амиран за бабло продался Собянину, они 100% заплатили ему, значит, вот за этот выпуск в дневнике Хача Я говорю, да 100% не платили, вот прям готова зарубиться, что вообще это все не так у них происходит 13 этаж, Тверская 13, все 13 Нужны блогеры, молодая аудитория, Амиран это сделал все бесплатно Вот я прям реально так считаю, что тебе они не платили А дальше просто там приходит Амиран и говорит, а у меня есть проект, давайте сделаем YouTube Метрополитена Или там остановку, и вот бюджет 15 миллионов рублей, мы клево сделаем, у меня продакшен Они говорят, ну конечно, мы вас уже знаем, работали, плавали Правильно? Кто из нас? Нет, все неправильно, пойдемте дальше, Ксения Это мой кабинет Да, вот это мне нравится, ребята Собчак в разработке Собчак в разработке Это все секретные дела, извини Узнать, сколько стоит драка Собчак-Канделаки Узнать о Канделаке А ты знаешь, что Канделаке торгует дракой? Мне кажется, у нее с баблом все в порядке Знаешь, я приглашал к Канделаке с тобой в одно шоу Ты согласилась? Да, я согласилась, бесплатно А она вообще переживать начала Почему, как ты думаешь? Ну потому что она боится, что я все про нее знаю И она будет очень бледно выглядеть Ну и что, ты ей позвонила, и она что тебе сказала? Нет, никак Никак? Вообще, ни при каких условиях Нет, деньги не стала предлагать Ну тут написано, у тебя сколько стоит драка Что ты не рискнул? Найти фото голой Собчак Вот, вот друзья Нашел А теперь нет, вот прямо готова на полмиллиона с тобой денег зарубиться Что голой, нет ни одной моей фото Ну, ты знаешь, много очень фотошопа Да, фотошопа Но ни одной голой Не смотреть ей в глаза, почему? Это шутка Она реально не понимает, что такое пранк и розыгрыш Вот творческого человека, знаешь, что приземляет? Хорошо Вот стой здесь Так Ничего так не приземляет от воздушных каких-то фантазий, как кладбище Пофантазируешь тут о чем-то, потом посмотришь направо и понимаешь, что все-таки по земле надо ходить Тихие соседи Это прямо Красота Да ты философ, брат Ну хорошо Вот средняя зарплата твоих, вот они сами не колятся, ты можешь сказать, вот реально 150-200 Почему ты закрытый позе со мной стоишь сегодня? Ну я пока закрываюсь Что надо сразу вот так, ты привык, что женщины сразу вот так с нами стоят Вот если бы ты меня продюсировал, что бы ты мне мог посоветовать? Жестче и динамичнее делать Прочувствую, что через какое-то время, я уверен, ты будешь стебаться пожестче нас Пока ты видно, что боишься, побаишься Почему? Нет А ты не думаешь, что бывает какой-то внутренний стоп, когда ты себе говоришь, что послушай, да, это тебе даст какой-то невероятный хайп, но туда ходить не надо Ну потому что есть вещи немножко за гранью, к тебе приходит условно там твой бывший друг Олег Майами Понимаешь, какой-то откровенный разговор, классно, что мы наконец-таки смогли поговорить А ты мажешь ему лицо какой-то зеленой хренью, смеешься над ним, понимаешь, он в конце совершенно справедливо говорит, что блин, ну как бы у тебя нету грани вообще никакой, где остановиться Амира, у вас нет грани, у тебя вот сейчас опять нет грани, это не смешно Я пришел спустя очень долгое время на ютуб к тебе и сидел, блядь, серьезно с тобой разговаривал вот с этой хуйней на лице Ютуб это жизнь, вот изначально так преподносилось Это пацанские шутки нормальные, но что у меня в жизни происходит, я готов сделать, то я готов и зрителю показать Здравствуйте Не-не-не, подождите Чида! Баллотировалось в президенты Чида! Чида! Чи или не Чи? Чида! Да Слушай, ну ты отморозок Чида? Нет Чида? Чих-чих-чих Чи, блядь Вы тоже Нет, я не до такой степени Я не понимаю, что людям стрёмно по улице не ходить Опасно Я бы сразу вызвала Менкова Вот Тина Клянусь Симпатичный парень Ну че, как бы Семьянин, ребенок у него Не, ну хорошо, а ты понимаешь, что люди конкретно будут брать с тебя пример Появится огромное количество отморозков, которые будут ходить и вот так, говоришь Чида! Вот так к людям будут ходить Владимир Путин смотрит не понимает Владимир Путин смотрит все шоу, где я участвую Согласна Вообще просто Я на жестком мониторинге Это очень тяжело вот так вот сделать Один раз попробую Слушай, я неправильно вот сейчас сделаю Можешь мастер-классы, Саня? Мне кажется, у меня так же угрожает Во-первых, кепка одевается так Так, хорошо Взгляд орла — убийца Мне кажется, нам надо с вами снять ролик Тебе сколько лет? Двадцать два Двадцать два У тебя же мама, папа Нету Нету? Нет, у меня только жена и ребенок То есть, подожди, они как бы... С ними что-то случилось? Да, что-то случилось Они умерли Ты такой классный мальчик Зачем? Ерундой занимаешься Ерундой В первую очередь это заработок То есть, если ты сейчас будешь зарабатывать деньги как-то по-другому, то ты не будешь зарабатывать? Не буду, без проблем А сколько ты зарабатываешь? Вот месяц А сколько вы зарабатываете в месяц? В месяц? Ну, порядка, ну, трех-четырех миллионов Смешно Ну что, мало? Вы в Forbes были Forbes Это не три-четыре миллиона Рублей или долларов? Рублей Да, где-то так же Да ладно В месяц? Четыре миллиона рублей? Да Я три машины разбил в Total Дорогие машины Jaguar Type R Panamera Porsche Ну ладно, что ты тут гонишь? Вот сейчас у тебя где? Вот я вышла Бентли моя Бентли Continental GT Вон она там стоит Вон она там стоит, да Ключи покажи Пойдемте ключи покажи Пойдемте Вот какая мне нужна девушка Я, понимаешь, это всю жизнь То в президенты, то с интервью Херачу как лошадь Всю гребаную жизнь И у меня есть Бентли GT Кому вы верите? Но пятилетней давности Да, вот у меня такой же ключик Понимаешь? И этот чек зарабатывает больше, чем я Деньги есть, блядь У меня 300 рублей Тебе, сука, 300 рублей Тебе, сука, не стыдно, ты, блядь Триста рублей Еще раз, нахуй, будешь ходить с 300 рублями, да Ебало разобью На пятерку, нахуй Чтоб были деньги при себе Чтоб не стыдно было перед телкой, понял? Знаете, как складывается? Ну Все зависит от того, насколько ты популярен И на каком ты пике популярности Из-за этого цена огромная на рекламу Такой мудак захочет рекламировать В ЧИДА Нет, нет, букмекерская контора Ставки на спорт Это очень дорого Одна сториз может стоить полмиллиона И реклама может выходить каждый день Ну, вот что тебе хотелось бы больше всего сделать Но ты не готова пока сделать Блин, честно Да Очень смешно сделать интервью с Волочковой Ну, потому что у меня есть своя история и так далее Это уже немножко, ну, прям совсем трэш Слушай, ты знаешь, как тебя в***** за это Вот за то, что ты сейчас несешь Все это проходило Вот тебя реально в***** Это я тебе гарантирую Нет, почему? Мы ее хотели позвать на шоу с тобой, но она очень опаздывает все время Хочешь честно? Вот то, что делаю сейчас я в шоу Я уверен, намного лучше делала бы ты И оно было бы намного круче и эффектнее Пойдем в кабинет Ну, а тебе не кажется, что Дудя поэтому и слышит лучше, чем тебя Потому что он позитивный герой Ну, как бы он такой очень У него серьезная история У меня шоу Уж точно никогда, я думаю, что он бы бежал там от Собянина и от каких-то таких штук социальных Или каких-то акций с флагом или похода на поклонку Просто пиздец это для него страшный сон А давайте флешмоб, кто знает, кричим три-четыре Мой флаг! Мой флаг! Мой флаг! А ты как бы на это идешь Вот не кажется ли тебе, что сейчас YouTube становится таким местом наоборот, где ну как бы пространство позитивных героев, где их не хватает и где их ждут Что плохого в том, что я что-то с мэром делаю Я вообще не понимаю, вот где здесь зашквар Ладно, ты мне сказала про букмекерскую контору, про ставки, это я еще понимаю Но у всех бывают взлеты и падения Шоу дорогое, мне надо его как-то окупать У Дудя еще не было никаких падений У него только сейчас взлет там и стабильно он летит куда-то Вот когда будут провалы, посмотрим, что он будет делать У меня у самой зашкваров тоже в жизни было достаточно Можно всегда находиться в телесном низу с точки зрения шуток и каких-то провокаций Это всегда будут смотреть Но в долгую в YouTube, мне кажется, выигрывают люди, которые делают какой-то позитивный продукт Не знаю, посмотрим, время покажет Пока два года назад в трендах YouTube были как блевануть, как сделать тысячи бенгальских огней Весь контент был для школьников Сейчас, конечно, ситуация меняется, появляется взрослый контент Это первое Второе, я никогда не претендовал на серьезный контент И уже соревноваться, какой смысл с Дудем, если он уже первый открыл этот формат Вторым не хочется быть, если что-то делать, то быть первым А тебе не кажется, что Познер столько лет берет интервью, это не значит, что любой по отношению к нему будет вторяком? При всем уважении к Познеру и любви, честно, даже Познер после Дудя стал вторяк Но это надо признать Ну, кто лучше взял интервью у Михалкова, Познера или Дудь? Дудь Но у Киселева я, например, не считаю, что это У всех бывают ошибки Бедный пацан, ты сколько, он уже два года этим занимается, идеально все делает на пятерку Один раз там что-то не получилось, все его заклевали Хочешь крещение пройти? Давай YouTube Давай доширак покушаем Я не ем такое В смысле? Почему? Блин, ну какой доширак Но вы что и не знаете? В YouTube приходишь, а давай поедем доширак Ты это правда ешь? Слушай, знаешь, сколько миллионов людей ест доширак? Что значит отвратительно? Пахнет нормально Это очень вредно Там перец Какой ад А что? Зачем это есть-то уже нормально Он у тебя часы за соточку, понимаешь? Мне подарили Кто? Такие только Рамзан Кадыров дарят Нет, мне кажется, Рамзан Кадыров Ну хотя Знаешь, как принято еще вот так пить оттуда? Нет, это пиздец у меня Это отвратительно Ты считаешь, что только человек, который сам жрет доширак, ездит в метро и знает эту жизнь вот так? Не отрывается от реальности Может Чувствовать аудиторию Сто процентов Мне еду привезли, например Мою Леночка принесла Давай лучше мою поедем Вот смотри, что я ем У меня сейчас, кстати, очень модная диета Это реклама, да? Нет Нет Нормально я так использую Сразу Клянусь Клянусь Я могу пять раз сказать Гудман говно Гудман говно Я ем специально, нужно много белка и мало углеводов Вот это на самом деле Ты мясо ешь? Мясо родим Обязательно Надо есть мясо Вот я, кстати, хочу сказать за свою аудиторию Конечно Доширак это очень вредно, потому что это чисто углеводы, причем не полезно А вот это, казалось бы, тоже калорийная вещь Такой обед в Гудмане стоит в районе десяти тысяч Четыре двести Четыре двести Что ж, я честно ем то, что я ем Потому что если я буду есть доширак, все будут быть Собчак ради славы Жрет доширак, которому она дома Тебе точно не поверят Будешь со мной? Я тебе угощу Не, не буду, спасибо большое Потому что моя жизнь Это круто, что Ксения есть в кадре Ты же это вставишь, да? Конечно Моя жизнь состоит Ой, блядь Оля, отдай нормальную вилку А моя жизнь состоит из того, что я ем Нет, нет Но сейчас-то прошло четыре года И я уверена, что с девушкой ты тоже пойдешь в ресторан И не в Гудмана и подороже И в Макавто тоже заеду вообще без проблем Ну и я тоже, я люблю Макдональдс Я понимаю, что это твоя жизнь, но в этом как бы есть твоя тружность А тружность Ксении Собчак, она как бы в том, чтобы есть нормальную еду И вот так там ходить с охраной Вот можешь, пока я ем, нарисовать мне вот на этой прекрасной доске карту YouTube Ну как бы вот представь, что я совсем лох, что отчасти правда Кто в 2019 году, кого я должна знать, кто где находится Так, присаживайся Давай, я буду как раз сожрать Смотри, их так мало Четыре человека Дудь, Давидыч, я и сейчас ты вырываешься Ладно, про меня ты сейчас пиздишь Нет, подожди, у тебя же уже есть миллионы просмотров Да Это уже серьезная заявка За четыре года Ну подожди, мне кажется, Давидыч после тюрьмы как-то все это стало Нет, нормально все Он пока еще выпал Выпал из реальности Он сейчас врубится быстро Он талантливый парень Единственное, вредный и противный бывает Это вот правда У него есть такая фишка Нет, вот Амиран хороший парень, открытый, добрый Но такую хуйню делает Вот эта вредность в нем есть и она отталкивает, конечно Я же не Амиран, правильно Который не думает, не подумал о безопасности людях Он парень-то хороший, открытый, замечательный, добрый Ну, странно, что он не подумал, что есть ответственность А она есть всегда У меня, кстати, если не получится через несколько выпусков найти генерального спонсора Скорее всего я шоу прикрою, представляешь? Ну ладно, ты шутишь Она правда очень дорогая, серьезно Сейчас что-то это прям тяжело делать Что ты тогда будешь делать? Думать Что? Переосмысливать, что где не так сделал? Побухаю Ну оставишь дневник хача или что? Нет, нет, ну какой-то другой формат, буду думать Какой? Не знаю Дешево Может стол, стул поставлю, нагоню Интервью будешь брать? Ну не как у Дудя, но именно вот это сделаю упрощенную историю YouTube готов принимать дешево и непрофессионально и недорого Главное, чтобы начинка была хорошая То, о чем говорит Дудь, кстати, всегда Да Что он очень боится больших денег Что они как бы портят наоборот Ну ладно, я уже поела в общем, поэтому мы можем загругляться И ехать к тебе домой Ты нормально водишь машину? Потому что я собиралась, чтобы ты за рулем поехал Ну вообще мотоциклист Машина это как игрушка Тогда ладно Я намного адекватнее, чем ты себе представляешь Ты знаешь, а я на самом деле вообще считаю, что ты даже слишком адекватный Нормальный парень, вполне интеллигентный, но которому приходится из-за вот как бы желания славы, денег и всего прочего изображать из себя хрен пойми что Единственное, в туалет где-то можно уже сходить? Вот сюда, Ксюш Можно я только без камер пописываю, это же все вот по трушному Или надо, чтобы вот больше было просмотров Ну со мной, конечно, лучше дойти туда уже Да Вашингтон Да Нет Извините Ну вот, а пока Ксении нет, ребята, давайте поговорим о ваших перспективах Посоветуй мне, сколько должна стоить одна программа недорогая, вот интервью Ксения, я уверен, вот ты сможешь легко зарабатывать через там несколько месяцев от 100 тысяч долларов, сто процентов А сколько я должна тратить на выпуск? У тебя есть преимущество, ну я думаю, в итоге ты идешь до миллиона Ну ладно, интервью, миллион рублей Да А ты увидишь сейчас, как быстро у тебя будет, тут же самое крутое что, быстрая реакция Вот ты сейчас делаешь некий формат, который устаканится Спасибо, спасибо Сейчас, ребята, это конкретно специально Миллион рублей интервью Зритель сейчас привыкнет к тому, что ты нащупаешь И ему это перестанет интересно через пять выпусков Они тебе скажут, Ксения, хватит эту херню нам впаривать, давай что-то интересное Ты сядешь и поймешь, что нужно увеличить еще расходы Там этого замотивировать прийти, типа гнойного Ты знаешь, сколько он с меня взял, чтобы остаться с тобой в шоу? Сколько? Не скажу Не скажу Ну ладно, триста? Двести 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 тысяч еще? Да Придете ко мне? Ну я не знаю, я гонорар уже изучил А вы за деньги только ходите, что ли? Да, я никуда бесплатно не ходу Серьезно, почему? Ну мне не интересно бесплатно куда-то ходить А сколько берете? Ну, по-моему, 250 назвали гонорар или что-то такое А что за это можно от тебя ожидать, скажем? Не знаю, диалога со мной С прекрасным, с гением искусства, с единственным талантливым человеком в российском мейнстриме Не, ну подожди, ты просто придешь, посидишь, попросишь МД-машечку Могу Хочешь МД-машку, Юра? Не, МД-машку не хочу Вот это вот, да? Да, амфетаминовое немножечко Могу в кроватке с вами полежать с бокальчиком Боже мой, ну это уже прямо вот такая продажа серьезная Давай тогда решим, что ты конкретно продаешь за 250 рэ Брейк-данс А в кроватке что, как полежать? Вдвоем мы лежим в кроватке Ты голый при этом или нет? Хорошо, а Оксимирона ты часто вспоминаешь? Мы уже начали интервью, да? Да, конечно, я решила бесплатно что-то 50 тысяч мы пока не зарабатываем Давай сейчас быстро оприходуем нормально, без кроваток Я не отвечаю на вопросы со словом Оксимирон Не отвечаешь на вопросы со словом Оксимирон? Да Даже за деньги? Блин, вы сейчас меня подловили То есть я ответил на вопросы со словом Оксимирон Вот, да Все, тебя взяли в оборот, да? Она не заплатила мне, но уже интервьюирует меня Это отвратительно Это новая Audi? Это новая, да А8 Да, такая компьютеризированная Мне, кстати, очень нравится Ты знаешь, что Джобс любил очень Audi? Знаешь почему? Почему? Потому что они ему напоминали телефон Айфоны тогда Куртская магия Давай Ничего себе Видишь, я проследила Прикольно Я тоже мог подумать Что я доживу до времени Когда Ксюша Собчак Изучит меня вдоль и поперек И будет знать даже крылатые фразы Которые ушли у народа Как мы здесь, кстати, резко оказались Не скажу Это куртская магия У тебя очень редкая национальность, как я поняла Да Ты езит Это такая разновидность курдов Они поклоняются павлином Как я прочитала в том числе Солнцу павлином тоже Я маму спрашиваю Мам, ну солнце же Это уже не бог Это уже понятно Очевидно Факт Нет, бог И все Ты вообще чувствуешь как-то свою принадлежность К этой нации? Ну, конечно, восточные корни какие-то И менталитет во мне есть Но я как-то всегда не понимал Кавказцев и свою нацию То есть для меня было многое чуждо Из того, что для них в порядке вещей Свадебные традиции Там кидать деньги Вот эти все выкупания невесты Часовые тосты, которые надо говорить То есть мне это все всегда непонятно было Зачем эти ритуалы? Они уже настолько вот там где-то Уже нужно по-другому себя вести Более цивилизованно и продвинуто Я знаю, сейчас многие посмотрят мои национальности И скажут, вот офигел, как зажрался Но вот было так с самого детства всегда У меня даже в детстве не было друзей нерусских Все русские были Вот дед Хасан тоже изиний У нас не родина, не флага Мы как цыгане по всему миру есть У меня бабушка родила 13 детей Еще и каждый ее ребенок родил там по 5, по 4 Поэтому я могу, наверное, в любое место ткнуть на карте И где-то будут мои родственники Ну для них, наверное, то, чем ты занимаешься Должно быть каким-то ужасным кавказским позором В первое время было именно так Особенно когда я книги писал с разными провокационными названиями А когда пришла популярность и деньги У меня начали появляться родственники, племянницы, племянники, о которых я знать не знаю Но вот они А мама как реагировала? Мама, слава богу, увидела это все, когда YouTube дошел до нее Два года назад Она смотрела только телевизор и она даже не понимала, что это такое Она переживала и плакала И на валерьянках сидела, когда она смотрела выпуски, где мы всякие экстремальные штуки делали Типа забирались там на высокие здания Я разъезжал, у меня есть выпуск там на большой скорости Ехал в человека, а он сальто делал через машину Ну а именно то, что там это мат, это девушки бесконечные У мамы есть две ко мне претензии Это чтобы я следил за здоровьем, питался вовремя И наконец-то внуков ей наделал Есть ощущение, что ты нигде как бы не свой, ни на Кавказе, ни здесь? Комплекс приезжего, он еще есть Мне неуютно, когда там вот сидят, например, люди супер образованные, русские Там чего-то добились, я все время внутри себя ощущаю А я вот приехал, тут что-то вякаю И тоже пытаюсь показать, что чего-то достиг Есть такое Послушай, я нашла, вот взяла специальную бумажку Я нашла твой пост в ЖЖ Ого! Хотя ты все потер, это сейчас я отдельно спрошу Все, даже в кэше не найти Но я нашла один пост, он от 2013 года Пост называется «Газовая камера или депортация» Да Ты говоришь о том, что действительно люди восточной национальности Они и глупее, и менее образованные, ведут себя агрессивнее Что вот нормальная это хач или дикая отмороженная обезьянка Я понимаю негатив к ним и так далее Вот с одной стороны, ну это очень смело Такое написать в 2013 году, будучи эзидом И понимая, что после этого тебя вообще могут убить С другой стороны, ну конечно, это собственно Расизм и нацизм, как он есть Я поплатился за эту историю Я же был никому неизвестен тогда Это обсуждали вообще все А почему обсуждали? Потому что в тот момент была история Когда, помнишь, на рынке пробил, по-моему, дагестанец Лоб оперу, следователю И его искали Что вы делаете, блин? О, смотри! Иди к вам, блин! Успокойся, блин! Иди к вам, сука, блин! Я это написал Хотелось показать, что вот есть нормальные Что не нужно всех крести под одну гребенку Понятное дело, сейчас я... Ну это жестко Газовая камера или депортация Ну юные, глупые, туповатые Ты жалеешь сейчас об этом? Ну конечно, ну это жесть Я за это поплатился Мне писали и звонили и говорили А тебе угрожали, да? Вот мне кажется Да, да, да У меня вот неделю звонки были Что мы тебя убьем, порежем, зарежем Кишки выпустим То есть я вообще был в шоке в таком Я не понимал, что делать Может мне уезжать из страны уже То есть ну паника такая была Когда ты неизвестный и никто Ты пытаешься всячески там спровоцировать Эпатировать Подумать, как сделать так, чтобы привлечь к себе внимание Могу больше терпеть Я очень долго из жопы вылезал Вот у меня что-то стало получаться в 28 или 29 лет До 29 лет, что бы я ни пробовал Практически ничего не получалось Как мне пошутил один друг один раз Капает, как после трипера В начале был салон красоты Правильно ты пытался открыть? Да Почему он не пошел? Он пошел, но у меня не было гражданства У тебя его и сейчас нет Да Но тогда я был нелегал А сейчас я хотя бы легально здесь живу И это было все сделано в отношениях Мы жили с девушкой Когда мы расстались, салон красоты остался ей Ты оставил ей? Ну так получилось Или все на нее оформлено было? Все на нее оформлено было, да Это первый такой сильный удар был Когда я начал разочаровываться в женщинах Как ты в мужчину Сколько вы с ней встречались? Три года что-ли вместе Это была твоя самая большая любовь? Ну я не могу сказать, что самая большая любовь Но это были длительные отношения Видишь, это немножко объясняет потом Вот это все бесконечное Хой из осени этих несчастных баб Ты еще, я так понимаю, увлекался в какой-то момент пикапом Тогда были гормоны Нас волновало только Почему у нас не получается с девушками ничего То есть мы не понимали, что тупо Потому что мы еще социально никак не реализовались И ничего не достигли А мы думали, что вопрос в подходе, в механике Какой-то там в действиях, в словах Мы что-то походили, поизучали это тренинги Типа Лесли И поняли, что там какую-то херню обучают Мы в принципе это и сами умеем А давайте вообще создадим Типа какой Мне все интересно Ну типа и серия Пойти там, не знаю, 100 приветов раздать Подойти и там спросить Типа там, а не подскажете, как в библиотеку пройти И таким Слушай, для этого надо ходить на курсы Мне кажется, это так очевидно Вот И мы тоже поняли это Поняли, что это абсолютно очевидно А давайте мы сделаем что-то более сложное Полезное И создадим свой тренинг И начали делать бизнес сами Да, и надо сказать, они это сделали Потому что и сейчас будет настоящая бомба, понимаешь? Потому что один из этих принципов, которые уже, я так понимаю, Амиран внедрил как более сложный в своей книге Это дикпикс Он предстоятельно рекомендовал парням на определенной стадии отношений Высылать женщинам фото своего члена А, да, было так Утверждая в книге, что 100% девушек, которым ты лично высылал свой член, потом тебе давали Сколько же грязи ты вытащила, господи Ты реально высылал девушкам фото своего члена И после этого что-то начинало происходить Но это было не так часто, как тебе кажется Я думаю, даже ты сама об этом писала То есть скажи просто, учитывая, что мы иногда с тобой переписываемся Стоит ли мне ожидать, что в какой-то момент я открою сообщение от Амирана Амиран покраснел Все-таки и этот человек краснеет, что подтверждает мою версию о внутри скромности Короче, иногда это работает Давай так скажем Вот как он сказал Вот если бы меня кто-то послал Ну я, наверное, плохой пример Но если бы мне кто-то послал фотку члена Ну я как бы сразу бы заблокировала человека Все, сейчас я тебе не скажу, потому что я сейчас такого не делаю Но тогда мне было 20 и 21 И, конечно, мне было все интересное Пробовал абсолютно все Так как денег не было Ну ты посылал, что они тебе на это отвечали? Позитивно реагировали Ну ты что, вау Ну, смотря когда Опять же, тут же надо поймать момент Какой ад вообще Все, что я думал, уже забыто в моей жизни Да, да И можно пройти Ксюша абсолютно все вытащила Это правда А что это за ребята тебя так готовят? Ты сказала одну фразу, которая меня заинтересовала Что типа мы же тогда не понимали, что у нас с девушками не получается Потому что не хватало социального статуса Правильно ли я понимаю, что сейчас ты считаешь, что главное, что интересует женщин Это социальный статус? Я так не считаю, так жизнь показала Ну мне правы, слушай, у меня были очень богатые мужчины в моей жизни Я просто в какой-то момент поняла, что это не очень все интересно Ты вот такое исключение Ну не исключение, это много женщин Мне там интересно как раз таки вот на Мальдивы поехать Ну хорошо, ну пять раз ты туда поехал, а дальше чего? И купить там что там в ЦУМе у нас там Купил уже, все купил и что дальше? Ну все, а дальше мозги ебут Ничего Я бы очень хотел, чтобы мне попало Слушай, ну я знаю вот честно, много мужчин Смотри, вот мне Которые не имеют денег, но которые пользуются невероятным успехом у женщин Потому что они интересные, яркие, харизматичные Ну как бы, таких людей очень много Мне с юности нравились всегда две женщины Казались супер интересными и сексуальными Так Это ты и Тина Канделаки Боже Опять мы вместе Но Тина Ну Что же нас с тобой опять объединило? Амир Хач, да Если у меня появится девушка, я хочу чтобы она была интересная Значит она примерно должна там реагировать и говорить как Тина Канделаки И быть такая проницательная и ухватывать все как Ксения Собчак Мне такие не встретились Надо ждать фотку члена, я поняла В ближайшее время Рядом с тобой совершенно всегда другой типаж Такие прям Ну если их нету А я инстинкта, я как-то должен свое удовлетворять? Нет Если раскрыть совсем уже дальше тему, то я понял, что и с тобой это ад С таким человеком, как ты жить Вот, вот, это ты правильно понял Это абсолютная правда По одной простой причине Потому что когда ты приходишь домой Тебе хочется отдохнуть Да А когда еще сидит такая, как Ксюша Собчак И выносит тебе мозг и требует от тебя что-то Куда мне пойти повеситься? Либо я от инсульта слягу, либо я просто любовницу еще заведу Есть какая-то золотая середина Хорошая студентка МГУ четвертого курса Из хорошей семьи Я думаю, я их отпугиваю, Ксюша Стоишь Я в последнее время ловлю себя на мысли, что пока я не закрою вот эту Вот весь свой проект медийный, у меня не появится семья Я в этом себе тоже начинаю отдавать отчет Когда я видела эти жуткие выпуски Хочу неверно Ты там сидишь, улыбаешься И они начинают драться, и ты их не разнимаешь И наоборот видно, что ты как-то это все поощряешь И какими-то словами их обзываешь Ну, это ужасно выглядит, послушай Я не делаю плохо, я просто показываю Такое шоу я делаю, ну что теперь делать? Оно нравится людям, оно приносит деньги Оно помогает мне реализовывать какие-то свои другие идеи Ты, например, еще когда в своей книге писал Рак напоминает ситуацию, когда ради ложки меда покупают целую пасеку Ты рекомендуешь мужчинам вообще не задумываться об этом до 30 лет Это правда, кстати Знаешь, я очень много комплексов выбивал из себя Потому что был такой с детства ребенок нежный Молился, потом раз меня выпустили Я понял, что ни хера себе Вот она как жизнь-то устроена И развенчивание иллюзий Как жизнь устроена? Цинично и бессмысленно Можешь подробнее? Ты, видимо, перестал верить во что-то Больше, чем просто жизнь Бога Это самое большое разочарование Потом практически перестал верить в любовь Но я эту надежду в себе не выбиваю до конца Потому что, я не знаю, тогда вообще никаких смыслов не останется А цинизм в чем? Ну, цинизм абсолютно заключается в том, что человек Жалкая ничтожная скотина Любой, если не лукавить Наедине с собой, в подушку Мы понимаем, какие мы на самом деле Все остальное это театр Что ты имеешь в виду, что человек сам наедине? Слушай, ты меня заставляешь быть таким, каким меня особо-то и не знают В публичном пространстве Не думаешь ли ты, что ты просто сам себя окружаешь Ну, как бы вот такими людьми Возьми меня к себе дружить Покажи мне эту тусовку Сделай доброе дело Я тоже не уверена, что я в ней как бы глобально нахожусь Но я с удовольствием, кстати Есть один человек Который вот на меня такое впечатление производит И я в какой-то степени ему восхищаюсь Это кто? Ну, это будет некорректно, наверное, говорить Но это наши общие знакомые Давай так скажем Не могу сказать Будет некрасиво Ну почему ты же о нем хорошее говоришь, а не плохое Ну, неважно Блин, вот обосрать кого-то, ты не стесняешься А про человека доброе слово сказать, что ты им восхищаешься, тебе неудобно Ну, я не уверен, что его это Блин, это перевернутая шкала ценности Ну, это круто Он семьянин, он круто состоялся Богатый человек Ты что, Тинькофф что ли? Нет Ну, кто? Ну, это человек, который для некий пример и ориентир для меня У тебя перевернутый мир, Амиран Ну, наверное Хороших людей нужно хвалить публично и ставить их в пример, понимаешь? Ксения Не дождешься Все Не скажу Ты сказал, что ты в какой-то момент понял, что у тебя много комплекса Неуверенность в себе Я был забитый С длинной шеей Узкие плечи По полгода не выходил из дома Прощавый весь Жизни подростки ее не было как таковой Я мог максимум выйти на лестничную клетку, потому что парился выходить на улицу при свете дня И там какие-то друзья со мной сидели Так я в основном дома сидел Слушай, а те друзья, которые ты вот сейчас сказал с тобой тогда Оставались дома и никуда не выходили В узкие ребята А где они? Они остались? Нет, не остались А вот это интересно А почему ты вот их не взял в свою новую жизнь? Куда? Они все Они все рано поженились У них уже по несколько детей И они мне всегда говорили, что я занимаюсь авантюрами И меня ждет только две вещи впереди Это либо тюрьма, либо я дворником стану Да, Ксюш, хороший интерьер Ты хороший человек Но я тоже вот, видишь, не ошибаюсь Вот все-таки чувствуется, да, стиль телека Выставили операторов Давай пройдемся А у нас пока все дома, да, фактически Мы делаем вид, что мы только подходим Тимур Кизяков и наш новый гость А у меня и дверь открыта оказывается в доме Мне кажется, жилище человека, который делал холостяк в ютубе, должно быть какое-то все Черные панели, большой джакузи, тигриные шкуры А у тебя тут такой прямо милый деревянный домик Прямо в деревню к бабушке приехала Тебя не интересует, кто там прорывается к тебе? Привет Она не укусит? Нет, нет Привет Тебя кто же зовут как-нибудь? Лев Лера ее зовут Вот, видишь, я почти угадала Комната собаки? Да Ни хреново живет собака В принципе В принципе Комната собаки примерно как стандартная Хрущев Слушай, пять лет назад я с мамой жил в такой комнате Где насрано, вообще не убираешь за собаку А ей там можно, убирают каждый день за ней А у тебя много вообще журналистов было в доме? Нет, ты первая А, ладно Тогда рассказывай Никто не видел еще, дом не показывал Никому еще Так Значит, Амиран пьет витамины Хорошие, кстати, пьет витамины Я тоже такие пью Омега-3 Ребят, вот нам он втюхивает Вот этот трушный парень втюхивает про шаурму Сам конкретно биодобавочки правильные Правильные фирмы Причем, понимаешь, у меня ровно такие же дома Все модно Смотрите, светильники губы модные Посмотрите, все Ну, кухня говно, но это не он делал Этот дом, видимо, в аренду уже так раздавался Старый Холодильник Везде залейте Без Дерширака, кстати Блядь, я ненавижу его Ты понимаешь, вот это Дерширак он ест Помыла А народ Ксения, народ Провинции Он не может себе позволить твоего мяса Помыла Понимаешь, уже заботливо упакованная С малинкой Мама приготовила хинкали Понимаешь, с мясом И, друзья, пожалуйста Сколько твой там гудман стоит? 1722 рубля икорка Ты, слушай, дает хорошо зарабатываю, и что теперь? И ты один здесь живешь, правильно? Да, один Сколько ты платишь аренду? Тысяча Тысяча пятнадцать долларов Тысяча шестьсот Рублей Восемьсот Десять, да Что тебе показать? Спальню сразу Вот здесь я сплю Никому не показывал Ребят, закрыто Ладно, заходите Ну и что, нормально Красиво Ну вот, конечно, без серебристой шкуры можно было обойтись, Амиран Что надо добавить? Мало того, что это шкура на полу Она еще, сука, серебристая, понимаешь? А что должно быть? Ну просто нормальный ковер человеческий Скальп женщины? Типа таком? Да, ну вот внизу у тебя красивый Так, легкий Том Фордик с Киллианом Ну, кстати, вот да Я тоже никогда не могла понять Почему кавказцы так любят огромное количество парфюма? Мне его дарят, честно Я душу использую только вот эту Все остальное даже не использую Это реклама? Нет, нет, это не реклама, можете замыть Так, кроссовочки, изи, все, все понятно Зара-то осталась хоть какая-то? Да, вот здесь смотри Все черное, все это Зара Все осталось Ну ладно Я девушкам даю А смотри, как все У него домработница все разложила Кепочки к кепочкам, все чистенько Не, ну скромный, кстати, у тебя гардероб Ну, курточки какие-то кожаные, но в целом Гуччи-шмуччи я особо не вижу На самом деле мужицкий, не педористический гардероб совершенно У меня есть лососевая ванна, хочешь посмотреть? Лососевая ванна? Да, сейчас поймешь почему Следов бабских нету никаких Одна сыворотка ля мэр одинокая стоит Кто-то забыл Кто-то забыл, да, вообще холостяцкая Пустил на свою голову Помогаю человеку канал раскрутить Пришла все, обосрала вообще с ног до головы Все и не так Ты же сам учил, что надо всех разъебывать Я вот советую жизнь Так, ну вот здесь ты с девушками Телевизор смотришь Обычно они приходят и говоришь Давай посмотрим мое шоу, дорогая Видела ли ты восьмую серию? Они сами почему так говорят Давай посмотрим мое шоу Да, вот Сейчас именно я это и скажу Хочу, чтобы ты посмотрел на себя Вот мы сейчас говорили как раз о том Четыре года назад Можно перед тем, как мы запустим Я тебе расскажу предысторию У меня был еще один канал Которым я занимался полтора года Я там сам монтировал Сам писал сценарии У меня был хормакей Свет Вот как у вас сейчас Все по-телевизионному Профессионально А у меня был суфлер И я там пытался задвигать Какие-то умные очень мысли Мотивационные Совершенно не важно Какая у тебя философия жизни Веришь ты в Бога или нет Если ты хочешь достичь материальных успехов Не имеет значения Какие у тебя представления об этом мире Занимался этим полтора года И за полтора года У меня набралось Восемь тысяч подписчиков Ну то есть понимаешь Да? Это даже не провал Это полный Полный пипец Видосы у меня набирали По пятьсот тысяч просмотров Если видос там по-моему За полтора года набрал У меня пять тысяч просмотров Это был просто прорыв У меня появилась депрессия жуткая Я неделю впал там Из дома опять не выходил Думал что же блять Я не так делаю Вот вроде все понимаю Через неделю Я такой думаю Ну хоть что-то надо все равно Дальше делать Я решил снять себя на айфон Думаю Потренируюсь Выложу и бог с ним Буду себе тренироваться Выложил вот это первое видео И ютуб его начал рекомендовать И он у меня сразу набрал пятьдесят тысяч просмотров Здорово суровые реалисты Вот проснулся и думаю А почему бы не начать Вести свой влог Не было взрослого контента Который из личной жизни Знаешь это типа Дом 2 адаптированная версия В ютубе Это я поняла Да Ты же не сразу пришел К Дому 2 Ну какой-то хороший Здесь еще Напряженный Напуганный Я помню эти эмоции Даже А что здесь хорошего Ну такой вот Тут ты трушный Народ тебя любил Вот таким Изначально Вот что ты можешь на это сказать Что ты заинка Они тебя видят Это правда Потому что я был им понятен Я им близок Когда у тебя становится все хорошо Тебя люди уже не понимают Появляется пропасть Они не сопереживают И не понимают Какие у тебя есть проблемы Когда тебе нечего жрать Тебе человек сопереживает Это многие понимают А когда у тебя шоу не окупается Потому что стоит пять миллионов в месяц Этому не сопереживают Потому что ездишь на эскупе И как бы не врубаются люди Это девушка Мы с ней два года прожили Да Екатерина Игоревна Но это уже после Алисы Да это сильно С Алисой это было вообще А почему вы расстались Появились деньги Появилась популярность Я захотел погулять Насладиться всем этим А она тебя не простила Она меня Нет, ну она не понимала Я не появлялся дома По выходным По ночам Я где-то шастал с друзьями Я начал выпивать Я до 29 лет не пил И впервые попробовал алкоголь Когда пришла Слава А на чем ты в тот момент зарабатывал? Спасибо, что поднял вчера Держи Какие-то интернет-проекты были Пиратские фильмы Сайты я там покупал Ну вот на момент вот этого 1060-70 я там зарабатывал В месяц у тебя было, например А, я еще вот что сделал Я же снимал Грише Мамурину канал Подходил к бабам Говорил там типа За сколько ты мне дашь Смотри Это все я придумал Давай снимем ответственность ребенка Это все я придумывал Вы готовы выпить мою мочу за деньги? 10 тысяч как-никак И потом ты понял, почему бы себе это не сделать? Сейчас тебе покажу Это был мой первый оператор А где вот он сейчас? Где этот парень? Это был товарищ У него была мечта снимать порнофильмы И продавать их где-то на мировом рынке По-моему, он этим и занимается сейчас Купил себе в магазине Вот, это мой любимый момент Блин, и Миран рекламирует Зару Причем еще бесплатно Бесплатно Я уверена Они же тебе не платили еще там Нет, не платили Ну что ты сейчас чувствуешь, когда ты это смотришь? Ну не знаю, умиление какое-то Неловкость На себя тяжело смотреть Ну тебе жалко, что ты потерял этого мальчика Его же больше не существует Этот мальчик был голодный, холодный С одной стороны жалко, с другой стороны Ну, не знаю, получил, что хотел В твоих программах очень много сексизма Неправда Так, секундочку Пожалуйста, цитата Чтобы объяснить мужчине, как работает сознание женщины, приведу пример Женщина испытывает постоянный гормональный стресс Ну что, это не так? И не только во время ПМС Представьте, как бы вы жили, если бы вам каждый день кололи адреналин, тестостерон и ЛСД Ну или просто постоянно были бы под 200 граммами беленькой Какая бы была у вас критичность и логическое мышление? Так, ты с этим не согласна? Нет, я с этим, блядь, не согласна Я считаю, что я умнее многих мужчин Ты сейчас ведешь себя так Ну послушай, ты реально писал в книгах, что у женщин мозг меньше Безусловно Это, кстати, писал не я, а я цитировал профессора Савельева Это научно не доказано Нет, это как протокол эсионских мудрецов Как мы сейчас будем спорить? Какой критерий доказанности? Блядь, это мудрость и зида Это как вера в павлинов, понимаешь? Он как и зид верит в павлинов Есть огромная дискуссия на эту тему То, что ты хитрое и проницательное Это еще не говорит о том, что ты умная Хорошо, я даже с этим не буду спорить Я очень люблю женщин, давай вот это подчеркнем Нет, это не так Вот я тебя зачитала Хоть они и глупее Просто у меня были иллюзии в юности, что женщина это человек, с которым надо во всем считаться Обо всем все обсуждать И это твой партнер И я вот с этим очень много обжегся Выяснилось, что нахер вам это ничего не надо Как только вы находите мужика, вы с удовольствием забываете про карьеру Вы с удовольствием свешиваете свои ножки у него на шее И с удовольствием занимаетесь другими вещами, которые вас волнуют Это быт, внешний вид и дети потом, когда появляются Вот и все Ты говоришь чудовищные вещи Если вы заставляете у себя на Кавказе, глядя в пол, лобио вам готовить Я как раз таки не заставляю Если вы женщин на Кавказе отсаживаете за соседний стол Понимаешь, ну как ты тоже все время говоришь Девочки, откуши дайте Я боролся со всем этим, со всеми своими двоюродными братьями кавказцами, что это пиздец Вы делаете рабынизауру своих женщин И как же я заблуждался Как ты боролся, Амиран, ты вот сидел с камерой, вот как ты любишь Вот смотрите, я выгуливаю свою Екатерину Игоревну Выбрались с Катюшкой погулять, чтобы вы не думали, что она у меня только на кухне И я ее тираню, нет, это неправда Я сегодня выходной Сегодня она гуляет Блядь, она не собака, чтобы ее выгуливать Я тебе объясню, потому что они к этому пришли Вот им это традициями вбили, да? А я с этим сопротивлялся и осознанно, блядь, дошел, что все-таки так оно и есть Давай так, Ксюша, давай все-таки подчеркну, чтобы не думали, что я реально сексист Я считаю, что женщина это ничтожество Это прям ты чистейший модесексист Вот вы там зарождаете феминизм, там что-то за него цепляетесь Вы зарождаете Это хороший фундамент, но последствия у этого и обратная сторона медали Вы превращаетесь в мужиков, которых не хочется Ну в каких? Вот скажи, вот я похожа на мужика, которого не хочется? Вот скажи честно Мне? Нет, мне все окей А кому-то, ты считаешь, не хочется Но тебя же боятся мужчины, ты же это сама знаешь Боятся, но не потому что я плохо выгляжу или похожа на мужика Понятно, потому что ты смотришь и рассуждаешь, как мужик А что в этом хорошего? Я тебе дам последний аргумент А вот представь, что Ксения Собчак тоже тобой заинтересовалась Симпатичный парень, искренний, хороший разговор А дальше вот я читаю вот эту всю хрень, понимаешь? У мужчины должно быть 20 проституток для начала половой жизни И у меня, кроме как чувства брезгливости, понимаешь, это ничего вызвать не может У тебя бы не было никакой ко мне заинтересованности, если бы у меня не было бы этих 20 проституток Нету ощущения брезгливости общения с женщиной за деньги и платы за секс Это разве не увезнительно? Может, ну сколько мне надо потратить на тебя времени, чтобы ты мне дала? Нет, ну послушай Верух Миш, сразу спим с мужчинами Давай начнем с этого О чем мы речь? Это долгое время карантина должно пройти, понимаешь? Когда я уверен, что он несколько месяцев может как-то находиться в карантине В чем ты хочешь быть уверена? Что он после секса не сольется Поэтому ты ему ебешь мозг 3 месяца Господи, какая чушь Вот и все Хорошо, сколько самое быстрое время было, когда ты спала с мужчиной после знакомства Вот хочешь, вот прям клянусь тебе, самое быстрое полтора месяца Это самое быстрое Я сочувствую ему Так, давай смотреть сатиры Что тебе поставить? Я считаю, что это гениальная пародия про пятницу, вот это вторник Ну это смешно, но это не так, ты же понимаешь? Он не так, но он очень точно Кстати, ты его ни разу не упомянул Вот сатиры это тоже позитивный ютюб Почему я это упомянул? Я написал, серьезно Всем привет, настал новый день Хачик уже проснулся А кто это, давайте узнаем Он жестко, он очень жестко Ну так и есть Тихуле вы молчите, где стиралка? Где ваша подружка-пососушка, блин? А что надо, где? Я так и не говорю никогда Ну как, ну у тебя все время вот эта тема Тебе обидно было, когда ты это смотрел? Нет, мне не было, но ребятам Аль Майами и Текили было обидно Он их очень выстегнул жестко Я сказал, целую деньги, сучка Вот так Кто больше обиделся? Аль Майами или ты? Олег более истеричный А почему ты, кстати, с ним разошелся? Но он же продюсерский проект Фадеева И Фадеев его делает таким лиричным артистом для девочек Малышка, танцуй, танцуй А у меня он нахуй, захуй, в рот ебать, сука Понимаешь, это все разрушало образ И в какой-то момент стало понятно, что надо ему либо туда, либо сюда Но, естественно, он с ним на контракте Они начали дальше развивать это Ну, то есть он просто тебя А ты ему деньги платил за участие? Нет А вот там же... Текила? Да С Сашей мы дружили, дружим И поддерживали друг друга Они в моих проектах Я их... Ксюша, знаешь, что понял? У меня была маленькая надежда, мысль пробегала Такая, вот у Ксюши, наверное, ее смотрят аудитории И женщины, где, наверное, потенциальные невесты могут быть Теперь, уж после вот этого выпуска у тебя на канале Можно мне клеймо поставить Холостяка, который никогда не найдет себе жену нормально Почему? Ну, потому что Просто надо изменить, послушай Для этого ты должен захотеть изменить свое поведение С нормальными женщинами надо вести себя нормально Воспринимать их партнерски Понимаешь? Вместе что-то делать Вместе все обсуждать Послушал бы я Витаргана сейчас про равноправный партнер Он бы тут кипятком бы просто извергал Что мы, кстати, всю жизнь вот нашу прошли как равноправные люди Я считаю, вот я даже не знаю вашу историю, но я уверен, что ваш развод это твоя вина Вот прям зуб даю Довела мужика так, что вот и подавила ему либидо Уже и спать с ней не хотел Просто высрала ему весь мозг, блять Кроме агрессии и негатива Ничего из него, скорее всего, сейчас не вышло Ничего себе, неправда Результат их брака, блять Зачем вы эту химеру из меня вытаскиваете? Вот я сидел спокойно, блять Взяла и меня выдрочило просто Вот это, кстати, я не буду разводиться и рассказывать, как было на самом деле Я уверен, Витарган мне лайк поставит на этот выпуск, блять Ах ты сволочь Поэтому лучше вот понимаешь вот это Мало пиздитесь, сучки, больше давайте Вот лучше так поэтому, чем с нормальной женщиной Много лет, счастья, любовь, партнерства Вот ты нормальная? Вот мне с тобой интересно Я ебанутая, я с собой не предлагаю Нет, тебе интересно со мной? Интересно Вот два ебанутых Что мы построим? Что мы, блять, построим? Мы можем построить только дома два, поэтому не надо Вот почему мы речь Ну все, найди нормальную с института девочку Кого? Еще два-три года, там максимум пять и заведу себе такую Угу Как вторую Леру Первая это кто? Собака Блять Какой аж Ну что за кончет Блять Ну как вот можно один и тот же человек вот такой трогательный и такой мудак Ну как такое может быть? А ты правда так смеешься? Смеялся А сейчас перестал Как можно научиться иначе смеяться? Как-то я легче на все реагировал Сейчас, конечно, груз ответственности и всяких проектов давит уже На смех давит? На легкость Да Ну как? Ты реально сейчас стал иначе смеяться Тебе приятно все-таки, да? Когда тебе удается мужчину так хап Да я вообще не хап Ты просто смотри Вот на самом деле все объяснимо Вот сейчас будет месть за Виторганом Ты просто мизогинист Ты ненавидишь женщин и боишься Я считаю вот такое должно быть шо Чтобы я тебе искал девушку Давай Ты готова помочь мне? Я вижу, что тебе нужно Что? Тебе нужна женщина с характером При этом добрая Мудрая Хорошая, мудрая То есть максимально Которая умеет адаптироваться под мой характер Ты это имеешь в виду? Нет, нет Я не считаю, что женщина должна под кого-то адаптироваться Она должна сама по себе быть самодостаточной и мудрой Понимаешь? И жить одна с ребенком Да господи А если человек счастлив и живет один, и пусть живет один Ну ты выпилила мужа, ты понимаешь? Куда я выпилила? У нас прекрасное отношение, неправда Ну как неправда Ну как неправда Ладно, Ксения Открытый из нас в этом интервью пока только я Все как-то заканчивается Не бывает так, что всю жизнь ты с одним и тем же человеком О чем тогда мы говорим вообще? О какой любви? А ты верным не можешь быть? Вот если ты любишь человека, зачем тебе изменять? С одной женщиной? Да Ты издеваешься? Ты реально сейчас мне это говоришь? А ты реально мне это сейчас говоришь? Да С одной женщиной? Да, с одной женщиной А через два года, когда у него на тебя эрекция не будет, что ты будешь с ним делать? Кроме агрессии у Виторгана, что к тебе осталось? Да неправда, у нас хорошие отношения И секс каждый день, наверное, был, да? Так, Господи, ну почему у тебя прямо клинит на эту сексу? Не клинит на эту сексу Но это не самое главное в жизни Мы так устроены природой Ну что? Ну, хорошо, я согласен Остается партнерство и равноправие Ну, останутся хорошие отношения Ты знаешь, что человек тебя знает лучше всех на свете Отрахаетесь вы налево под шумом Да нет, но умирает любовь Ты там, не знаю, расстаешься Находишь другого человека, в которого влюбляешься Так тоже бывает Знаешь, что могло спасти ваш брак? Так, сейчас интересно У нас обернулась ситуация Вот если бы ты не подругам проститутов приводила, а ему проститутку Во-первых, я ничего не вижу плохого в том, чтобы какой-то внутри семьи был секс И втроем, и в каких-то других вещах Я считаю, что если все согласны, это хорошая ситуация Тебе же надо полтора месяца там подождать, помариновать Нет, но это когда у тебя чувство к человеку А если это ваш экспириенс, почему нет? И что же вы не попробовали? Ты знаешь вообще, чем мы пробовали Но я не поверю, что тебе какой-то механистический секс с какими-то бабами Лучше, чем любовь, чувство, вот это коленки дрожат Ну это же прекрасное чувство, это ради этого человек живет Супер, я хочу их, да Они уже все реже Куда они придут? Им некуда приходить, тут бляди везде сидят Им прийти некуда Нету никого, кроме тебя Подожди, это сейчас нету Ты всех к моему приходу выгнал Большому чувству ему объем нужен внутри тебя, чтобы туда придти Образ, значит, отпугивает, Ксюш, что мне делать? Я не знаю, ну что, мне закрыть канал? Амиран, нет Ну не меняется уже Уже такой большой шлейф Ты интеллигентный и умный парень Ты быстро смекаешь Интернет сейчас идет в эту сторону Вот вся эта тема про мочу и про показать жопу Она как бы всегда останется, но она всегда будет как бы в номинации прикола А модно будет, понимаешь, вот сатир, дуть, непознер Вот какие-то интеллигентные, классные, веселые, но позитивные вещи Которые не к низу будут апеллировать, а к верху И тебе надо тоже поймать этот поезд Я тебе так скажу Еще пару лет, Ксения И придется видеть бы и это делать Вот хорошо Все, воспитала Да, воспитала Ну, спасибо тебе Все? Да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok